Ну, это выглядит как то, что это сделало либо ГРУ без одобрения Кремля, либо что это сделало ГРУ с одобрением Кремля. Я уже несколько дней об этом думаю, и все, к чему я пришел, это я не знаю, что хуже. Если Путин дал добро на эту операцию, или если Путин настолько не контролирует ГРУ, что те могут проводить такие операции без одобрения. Существует очень небольшая группа внутри Кремля. По нашему мнению, мы этот вопрос серьезно изучаем, по нашему мнению до ста человек. Основных бенефицаров правления режима Путина, которые осознают себя, как преступную группировку. Преступная группировка в Кремле может пользоваться услугами ГРУ. А ГРУ может, считая, что оно достаточно оказало услуг, действовать по своему усмотрению тогда, когда она считает, что ему это необходимо. So does Putin ultimately control this gang or not? Это еще один очень интересный вопрос. До последнего времени, может быть, до последних трех-четырех лет, я бы на ваш вопрос ответил однозначно положительно. Да, он контролирует. Да, он является главным боссом этой группировки. Сейчас я буду более осторожен. На мой взгляд, на сегодняшний день, вот это вот его окружение внутри этой группировки научилось весьма эффективно им манипулировать. Мы это видели на целом ряде примеров. So what could the West do now to make Putin change his actions? Is it sanctions? Is it kicking people out? Is it boycotting the World Cup? Do any of those stand a chance of having a diplomatic impact if, as you say, they're dealing with criminals? Дипломатические методы имеют значение только в той мере, в которой они бьют по репутации Путина и Кремля в глазах российского народа. Вот в этой роли они болезненные. So it's about losing face? Это потеря лица. So it's about refusing him access or time on the international stage at a G7 or a G8 or a meeting of leaders? То, что бьет по внутрироссийской репутации, это один шаг. И второй шаг – это индивидуальная полицейская работа. Let me ask you bluntly. You have accused Putin of criminal behavior. Do you not fear for your life here? It has been said there are more spies from Russia in London now than at the height of the Cold War. Do you believe that? Да, я вполне это допускаю, хотя я бы не стал бы говорить об этих людях как шпионах. What would you call them? Я бы их назвал просто преступниками. You have the elections in Russia on Sunday. What should Russian people do when it comes to voting? Do you think the electorate controls the outcome? Ну, конечно, это не выборы. Но выбор, который есть у людей – это либо молчать, либо протестовать. Вот я считаю, что несмотря на всю безнадежность протеста, протест важен. Я считаю, что он и сейчас хотел бы на самом деле уйти, если бы он имел лично для себя гарантии. Но даже попытка подобрать себе преемника наталкивается на нежелание его окружения что-нибудь менять. Потому что они прекрасно понимают, даже преемник – все равно угроза для их благополучия. А как я вам говорил в начале нашего разговора, последние лет пять, может быть, эти люди, вот это вот окружение, имеют на него очень серьезное влияние. Они просто им научились манипулировать. Поэтому, вне зависимости от того, что Путин в себе думает, он будет оставаться у власти до тех пор, пока российское общество ему это будет позволять. This is extraordinary for me to hear. You are painting Putin himself as a puppet of criminal elements of a gang. К глубокому сожалению, это именно так и в этом направлении продолжается движение. Михаил Кураковский, thank you very much. Спасибо. Спасибо вам.